Всем привет! Это коротенькое видео о том, как плоскозёмы зачем-то лгут о внешнем виде звёзд и планет. Сейчас хорошая осенняя погода, небо почти чистое и условия для наблюдения того же Юпитера близки к идеальным. И я снова решил этим воспользоваться, но если в прошлый раз съёмка велась на фотокамеру с объективом не очень большого увеличения и всё равно получилась неплохая картинка, то сейчас я подумал, что было бы интересно всё-таки заставить видеокамеру нормально сфокусироваться. Дело в том, что в моей видеокамере объектив с неплохим увеличением, но автофокусировка, к сожалению, не может поймать точечные объекты. Для работы автофокуса нужен хороший контраст по более-менее значительной части кадра, и алгоритмы пытаются добиться максимальной чёткости, отслеживая изменение контраста при настройке объектива. И исходя из того, как меняется контраст, электроника решает, что объектив нужно подкрутить туда или сюда, и, в общем, как бы ищется оптимум. Но если наблюдаемый объект очень мал, тускл или низко контрастен, или низкая яркость у него, то автофокусировка может и, скорее всего, будет сбоить, фокус не сможет настроиться, и тогда какая-нибудь планета или звезда будет выглядеть вот как-то примерно так. Этой особенностью работы автофокуса пользуются плоскозёмы, утверждая о том, что их супер-пупер-ультразумы показывают якобы настоящий вид планет, и он, дескать, отличается от того, что о планетах говорят учёные. Ради примера покажу фрагмент записи, сделанной мной ещё этой весной, во время ожидания рейса в Самарском аэропорту. Видите, как выглядит фара садящегося самолёта? Что-то знакомое, да? Но мы же не будем на этом основании считать, что на самом деле самолёт – это такое размытое пятно света. Правильно? А вот плоскозёмы пытаются убедить нас именно в этом. Ну да ладно, вернёмся к Юпитеру. Вот камера расфокусирована и показывает не весть что. Я включил режим ручной настройки и попытался поймать пик контраста самостоятельно. Результат приятно удивляет, за исключением того, что камера действительно не может выставить баланс белого по настолько тёмной картинке, и цвет сползает в фиолетовую область. Это явление мы уже наблюдали в другом видео, там где я снимал солнце из летящего самолёта через очень сильный светофильтр. Ну, что ж поделать, камера всё-таки бытовая и не предназначена для съёмки настолько тёмного неба, то есть ей попросту не хватает света для корректной работы каких-то алгоритмов. Но можно ли хоть немного улучшить эту картинку? Можно. Для этого воспользуемся уже известной методикой усреднения по нескольким кадрам, немного подкорректируем баланс белого, подкрутим яркость, контраст и сравним результат с тем, что показывает компьютерная обсерватория Stellarium. Мораль этой истории в том, что техникой недостаточно просто владеть. Нужно уметь ею пользоваться и хотя бы примерно представлять, как она работает. И тогда относительно неплохие результаты можно получить даже при помощи ширпотребовской аппаратуры, в общем-то, совершенно непредназначенной для астрономических наблюдений. Ну, на сегодня это все. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»